Четвертая книга Моисея, числа, глава одиннадцатая Народ стал роптать вслух Господа, и Господь услышал, и воспламенился гнев его, и возгорелся у них огонь Господень, и начал истреблять край стана. И возопил народ к Моисею, и помолился Моисей Господу, и утих огонь. И нарекли имя месту сему Таверра, потому что возгорелся у них огонь Господень. Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израилевы сидели и плакали и говорили, кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок. А ныне душа наша изнывает, ничего нет, только манна в глазах наших. Манна же была подобна кориандровому семени, видом, как бдулах. Народ ходил и собирал ее, и молол в жерновах или толок в ступе, и варил в котле, и делал из нее лепешки. Вкус же ее подобен был вкусу лепешек с елеем. И когда роса сходила на стан ночью, тогда сходила на него и манна. Моисей слышал, что народ плачет в семействах своих, каждую дверь шатра своего, и сильно воспламенился гнев Господень. И прискорбно было для Моисея. И сказал Моисей Господу, «Для чего ты мучишь раба твоего? И почему я не нашел милости пред очами твоими, что ты возложил на меня время всего народа сего? Разве я носил во чреве весь народ сей? И разве я родил его, что ты говоришь мне, «Неси его на руках твоих, как нянька носит ребенка в землю, которую ты, склятвую, обещал отцам его. Откуда мне взять мясо, чтобы дать всему народу сему? Ибо они плачут предо мной и говорят, «Дай нам есть мясо». Я один не могу нести всего народа сего, потому что он тяжел для меня. Когда ты так поступаешь со мною, то лучше умертви меня, если я нашел милость пред очами твоими, чтобы мне не видеть бедствия моего. И сказал Господь Моисею, «Собери мне семьдесят мужей и старейшин Израилевых, которых ты знаешь, что они старейшины и надзиратели его, и возьми их к скини собрания, чтобы они стали там с тобою. Я сойду и буду говорить там с тобою, и возьму от Духа, который на тебе, и возложу на них, чтобы они несли с тобою бремя народа, а не один ты носил. Народу же, скажи, очиститесь к завтрашему дню, и будете есть мясо». Так как вы плакали вслух Господа и говорили, «Кто накормит нас мясом, хорошо нам было в Египте, то и даст вам Господь мясо, и будете есть. Не один день будете есть, не два дня, не пять дней, не десять дней и не двадцать дней, но целый месяц, пока не пойдет оно из ноздрей ваших, и не сделается для вас отвратительным за то, что вы презрели Господа, который среди вас, и плакали перед Ним, говоря, для чего было нам выходить из Египта. И сказал Моисей, «Шестьсот тысяч пеших в народе, семь, среди которого я нахожусь, а ты говоришь, я дам им мясо, и будут есть целый месяц? Заколоть ли всех овец и волов, чтобы им было довольно? Или вся рыба морская соберется, чтобы удовлетворить их?» И сказал Господь Моисею, «Разве рука Господня коротка? Ныне ты увидишь, сбудется ли слово мое к тебе или нет?» Моисей вышел и сказал народу слова Господни, и собрал семьдесят мужей и старейшин народа и поставил их около скинии, и сошел Господь в облаке, и говорил с ним, и взял от духа, который на нем, и дал семидесяти мужам-старейшинам. И когда почил на них дух, они стали прочествовать, но потом перестали. Двое из мужей оставались в стане, одному имя Елдад, а другому имя Модад, но и на них почил дух, и они прочествовали в стане. И прибежал отрок и донес Моисею и сказал, Елдад и Модад прочествуют в стане. В ответ на это Иисус, сын Навин, служитель Моисея, один из избранных его сказал, «Господин мой Моисей, запрети им!» Но Моисей сказал ему, «Не ревнуешь ли ты за меня? О, если бы все в народе Господнем были пророками, когда бы Господь послал духа своего на них!» И возвратился Моисей в стан, он и старейшины Израилевы, и поднялся ветер от Господа, и принес от моря перепелов, и набросал их около стана на путь дня в одну сторону, и на путь дня в другую сторону около стана на два почти локтя от земли. И встал народ, и весь тот день и всю ночь, и весь следующий день собирали перепелов, а кто мало сбирал, тот собрал десять хомеров, и разложили их для себя вокруг стана. Мясо еще было в зубах их, и не было еще съедено, как гнев Господень возгорелся на народ, и поразил Господь народ весьма великою язвою. И нарекли имя месту сему Киброд-Гаттава, ибо там похоронили прихотливый народ. От Киброд-Гаттавы двинулся народ в Осеров и остановился в Осерове. Субтитры создавал DimaTorzok